Я готов нас смешить? Да. Раз, два, три, поехали. Вот, с PCX Club начинается апокалипсис. Уберт Мошки заканчивает деньги с Патреона. И на выход приходят четыре всадника клоунизма. Амсер, Аликс, Хелдор и Оникс. Один насылает мир к чуму, другой аутизм, другой задержка в контенте, а другой два года назад. Ты сейчас... Ты проходишь во второй раунд, молодец. Знакомьтесь, это Зен, и сегодня его задача рассмешить нас всего за одну минуту. Если ему это удается, то он проходит следующий раунд и получает крутые призы. С каждым разом призы становятся только круче. Но если он проиграет, то потеряет все заработанные богатства. Я уже на первом начал рваться, когда он сказал аутизм, и я все просто ломнул. Раз, два, три, поехали. Многие говорят, почему Фибич и Убежку ушли с СПСЛ. А тут все просто. Они геи. Про них, в принципе, пишет фанфик, на самом деле. Вы не знали? Нет. А он про всех пишет фанфик. Жесть. Про то, как Алекс Амсерго делал ковбойский африканец. Африканец. На порнохабе. Я уже понял, все, не продолжай. Что это такое? Такое ужас, блядь. За что? Я аж хрюкнул. Такой гибелизм, если честно. Но ты проходишь во второй раунд. Блядь, он таким аутизмом берет, нахуй, этот пиздец. Раз, два, три, поехали. Я, однажды, хотел быть медиком. Но стал педиком. Блядь. Блядь, если бы он не кинул бы аптечку, это бы не сработало. Да, 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 да. Какая хуетель. Это не честно? Ну ладно, ты проходишь третий раунд, молодец. Боже, нет, в четвертый раунд он третий выиграл, получается. Что ему за третий додем? Напишешь, не напомнишь, что ты победил в третьем раунде, я дам тебе 10 рублей на сайте. 3-0, поехали. А почему в Румынии, лебеди, цыгане быстрее добывают до хлеба? Почему? Боксер, админ разбивает ебава на сектор. Блин, это просто жесть, это невозможно. Ладно, мы прошли первый раунд. Такой дебилизм. Это гениальная, кстати, способность размешить. 2, 1, поехали. Дух, два, дух, физика полюса. Видят, а машина стоит. Тут один и говорит, давай сядем, давай. Но один из них с него машину, другой стоит, наблюдает. И ничего. Первый медведь говорит, ничего не происходит. Так, что вправе, вселенная, пьянница. Просто никакой это такой херни. Должны выдержать, не можно. Прикинь, это было бы реально распашекомика, где даже за улыбку уже считается. Один, гряди, этап начинаем. Давайте, поехали, поехали. Блядь, у меня шуток нет. Сейчас. Вы готовы к четвертому этапу? Так, вы готовы? Я еще стеркнула. Окей. 10 секунд даем, чтобы вам серко передакнул. Вы пока получите. 10 секунд. 2, поехали. Что? Что происходит? У меня крыша едет? Да немного ест. Ага. А шутки можно? Чтоб смешно было. И головой у меня. И головой у меня. Блин, это было жесть. До какого он раунда вообще прошел? До четвертого. Это четвертый был урон. Оля, напиши мне. В ЛС мы выгадим тебе 10 рублей на счет. А если тоже хотите попасть в ролики, поучаствовать в вивентах или получить призы, то залетайте на мой дискорд сервер и телеграм-канал. Там вас ждут мои сервера по СССР, новости о съемках и стримах, и даже активности с другими ютуберами. Ссылки будут в описании. Раз, два, три, поехали. Два гея заходят в колбасный магазин. Гей подходит к продавцу, продавец говорит. А вам какую колбасу? Гей отвечает. Вот эту. Продавец говорит. А вам ее нарезать монетками? А гей отвечает. А у меня очко как копилка что ли? Не знаю эту шутку. Не пойдет дальше. Беременную женщину выстрелите. И через 14 лет у нее два ребенка. Дочь и сын. Сын подходит к маме и говорит. Мам, а почему когда я дрочил? Я захуярил деда. Че за тупая херня? Ты шо дурак? Блядь, ну я знал эту шутку. Я знал эту шутку, кстати. А я знал первую шутку про копилку. Ладно, ты проходишь. Три, тсу, лан, гол. Заходят два дракона в бар. Один говорит. Что-то тут дождновато. А второй отвечает. Закрой свою ебалпу. Ребенок в коленске в магазине плачет, кричит, ссыться, потому что нет мамы. Мужик к нему подходит и говорит. Ты чего такой маленький орешь? Ты даже ходить не умеешь. Ребенок отвечает. А ты умеешь? Мужик говорит да. А ребенок такой. Ты где пизду отсюда? Ну такое. Очень жаль, очень жаль. Последняя тогда первая игра была разрывная, а сейчас расстрел. Тогда раз, два, три, поехали. Ребят, а мы случайно не в трухсах скаута? А что это тогда за мошонка сверху меня? Неплохо так дальше. Знаете, что общего у Бенита Муссолини и у хайграунда? Нет. А не оба умерли. Да ладно. Серьезно? Вот а так, да? Ты тысячу минуту подождал, а потом бы заражал. Честное слово. Да он на меня упор сделал. Он шутит только про то, что я выкуплю, сука. Ну блин, но при этом ты знаешь, думал, 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 а потом дошло. Я тебе дам легионера навсегда, если ты придешь до третьего тура. Давай. Раз, два, три, поехали. Знаете, чем похож Дин спит на зайца? Чем? У них, а у обоих зайчая губа. Бля, какой ты пидор, нет. Не давай ему легионера. А вы точно микрофон включите, когда смеяться будете? Да, да, да. Выключите вы так и скажете, ты не прошел. Не, я, я, если я засмеюсь, забуду микрофон включить, я потом скажу все равно, а это на запись же попадает у меня. Раз, два, три, поехали. Аликс. Вопрос. Знаешь, чем похожи скаут на Спрингтрапа? Что? Полминуты прошло? Не смешно. Ну, короче, у него яиц нет. Знаете, чем похож Турбо на Оникс? Чем? Чем? Потому что оба сервера говно ебаного. Ну, такое. Знаете, чем похож Аликс на Амсерга? Чем? Да лох, очкарики ебаные. Да я не очкарик, в чем прикол? Ам, ну я тоже ему оба. Минута прошла, расстрел. Казни. Я не, я не пред... Ну все, лох ебаный. Фух, облегчение. Легионер бы еще ему дал навсегда одну нахуй. Ужас. Капец, ты жадный. Раз, два, три, поехали. Идет как-то полицейский по улице, видит мужика. А там аквариум стоит. Мужик долго смотрит на рыбок в аквариуме. Полицейский наконец подходит. Спрашивает, что ты делаешь? Мужик говорит, из-за чего влияние высшего разума на низший? Вот видишь рыбок? М говорю, вы видите направо, вот видишь плывут. Полицейский, о, да я попробую. Стоит, стоит, долго-долго. Мужик подходит, ну че там наконец? А полицейский молча из-за звуки рыбы. Колобок повернулся. Да ты, бляд! Серьезно? Серьезно? И ты начинаешь говорить колобок, и я такой думаю, ну будет повесился, а ты теперь вернулся, а не меня просто взорвать. Я на это сделал, Слав. И ты еще говоришь, что я с хуй не сметелись, да? Ну я наверно уйду, шуток нет. Окей, удачи вам. Ну вы генери, конечно, с колоком туда влево уходите, да? Да, почему бы и нет. Ну что, раз, два, три, начинаем. Медведь в гараже варит самогон. Пошел за водой в верлогу. Вернулся, а в гараже менты. Самогон гоним? Пиши объяснительную. А что писать? Пиши как есть. Написал. Те читают. Смотрю, дымок идет из гаража. Думаю, там машина горит. Захожу, а там менты самогон варят. Ну и сожрал медведь ментов. Выходит, там ментовская машина горит. Сел в нее и сгорел. Слушай, ты нормальная? Слушай, я не знаю. Это было так тупо, так непонятно. Как-то я не понял вообще. Это ваша награда за первый раунд. Давайте. То есть я прохожу, да? Да. Вы можете продолжить или уйти с этой карточкой. Я хочу один еще анекдот рассказать. Три. Раз, два, три. Поехали. А мой психолог посоветовал мне писать письма людям, которых я ненавижу, а затем сжигать их. Я так и сделал, но теперь не знаю, что делать с письмом. Ну нет. Ладно. Куда проходить? Вы сдаетесь, да? Больше не буду рассказывать. Все, все. На расстрел его тогда. На расстрел. Наказан. Наказан за плохие шутки. Это же известный тиктокер The Extraction. Что-то там. Ну как, решили нас рассмешить? Да, чуть только рассмешить. Ну, мы в вас верим. Мы в вас верим. Раз, два, три. Поехали. Врываются в ресторан вооруженные до зубов русские, немец и еврей. Как хорошо, что у меня ровно три патрона. Говорит бармен. И три раза выстреливает в негра за соседним столиком. Приходят сиямские близнецы на вечеринку. И одна из них говорит. Сейчас. Так оторвемся. Мужик назвал свою дочь история. Спустя 10 лет он вошел в историю. На днях мы хотели с друзьями снять гей-порно. Но, так как они скорострелы, получилась гифка. Что это действительно наоборот? Да, да все, все, мы прошли, мы прошли. Раз, два, три. Поехали. Знаете, почему в Англии не играют в шахматы? Потому что у них нет королевы. Что такое экзорцизм наоборот? Это когда дьявол просит священника выйти из мальчика. И все. Больше нет шуток. 20 секунд. Ой, 40 секунд. Придумай что-то. Как называют человека, за которым бежит каннибал? Фастфуд. Увы, увы и ах. Вы направлены на устранение. А мистер дайте пушку. Нет, не надо. Пенес. Увы, я. У нас тут всегда его лицо теперь будет. Что мы вас слышали? Ну что, решили нас... О, Half-Life 3 вышел. Жесть. Решили нас повеселить? Да. Да. Хорошие шутки придумай. Алло. Он депрессивный, мне кажется, немножко. Алло, Half-Life 3. Да. Раз. Два. Три. Рез гол. И все. Не по-моему. Это шутка? Нет. Так в чем прикол? Вы пришли сюда шутить? Да. Да. Так где шутка? Коготь-музык одел шляпу? Что? Да что ты заржал? Блин, Алекс, ты еще на меня гонишь. Монош умер, блин. Монош умер. Монош умер. Монош умер еще, бля. Что он вообще сказал? Не услышал. Так в этом я прикол ни хуя не говорю. Он такой, а что мне нужно говорить-то? Блин, я... Монош умер, да? Бля, жаль, жаль. Монош умер, жаль. Монош умер, жаль не получит награду. Жаль, жаль, жаль. Ну что же, раз, два, три, поехали. Чем отличается курящий газовщик от Маджа Хэйда? Маджа Хэйд знает, когда взорвется. А ты с диареей кидаешь жидку. Что? Что? Блин, да камон, от чего ты там рожал? Ну ладно, мы проходите дальше. Алекс, объяснись, ты шо, шиз? Я не понимаю, шо, шо? Ну на ацет кидаешь жидку, а вот. Блин. Что за дебилизм, честное слово? Ваша награда это карточка, опять не проебите. Так в смысле, он у меня уже есть? Ну будет две, продадите, в чем проблема. Ну что, готовы вы ко второму раунду? Да лучше ухожу. Уходите с позором с одной карточкой. В смысле, с двумя карточками? Ну с двумя, да. Один, два, три, поехали. Когда ты говоришь с Богом, это молитва. Когда Бог говорит с тобой, это шизофрения. Ну такое. Встречаются два шахматиста. Один грустный, другой веселый. Веселый спрашивает у грустного, что у тебя случилось? Грустно отвечает, да вот с дедом играл в шахматы. Так, веселый говорит, ты что? Да, дед, конь, ня, дверь. Эээ, такое. Когда милицию приименовали в полицию, медики заволновались. Колобок повесился. Эээ, больше нет. Секретное оружие, блин, не сработало. Нееет. Я поржал. А, ты поржал? Секретное оружие сработало сюда. Ну тогда вы проходите в следующий раунд. Да. Сижу такое, что-то, блин, колобок повесился. У тебя этого я представил. Блин, нафиг, держите карточку. Окей, вы рискуете или вы уходите? Я, естественно, ухожу, мне больше шуток. Хорошо, умный человек. Уходите туда, да, да, да. Да, 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 да. Боже, там просто руки все. Ну что, добрый день, мистер Алекс и мистер кто? Кто вы? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Спукин. Это, это Спукин. Я мистер Спукин, мистер Алекс. Я пришел, значит, получать сюда много денег, много славы, бесплатный пиар на вашем дискорд-проекте и кидать разрывные шутки. Ну что ж, вы готовы? Вы готовы, вы готовы, да? Да, да, да. Итак, три, два, один начинает. Рутуб сообщил, что столкнулся с крупнейшей дудос-атакой за всю историю серверса. На него зашло два человека. У Ивана была настолько волосатая жопа, что на выходе получилась чистая питьевая вода. Да что ж такое? Никто. Абсолютно никто. Тем временем фонд SCP. Мы поймали живой чайник, который рассказывает о будущем и он зовет себя Валера. Не? Не? Не подходит? Окей. Окей, окей. У камня желаний. Ты получаешь один миллион сразу. Или второй вариант. Ты получаешь по 50 рублей каждый раз, когда тебе врут. Но человек выбирает второй вариант, я выбираю второй вариант и чуть позже дома. Мама, как я выгляжу? Отлично, сынок. Вам на счет пришло 100 рублей? Да что ж такое? Не прошибаемы никакие. Окей, окей. Говорю своей девушке, приезжай ко мне. Она мне пишет. А что мы будем делать? И в то же время я пытаюсь сохранить интригу. Ну, трахнем кого-нибудь. Ваше время вышиваем. Блин, ну расстрел так расстрел, давай. Ну расстрел уже. А, вы же были бронированы. Да, я бронировал, я бронировал. Ну, дуполь два. Да. У меня уже нету ничего. Блин, что-то вообще не пошло. Да ладно, 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 ладно. Что-то вообще херня вышла. У меня всего пять шуток. Потому что я хотел получить шутки от чата GPT. Но он мне лютую хрень дал. Я потом на видео вставлю какую он мне предлагал там. Типа, вообще не смешно. Так, а вот бонусные, угарные, просто шикарные шутки от чата GPT, которые я обещал. SCP-682 пытается уничтожить уже тысячи лет. Мне кажется, у него просто офигенная страховка на жизнь. Если у вас плохой день, просто вспомните. Вы, сейв, ваша работа Эвклид, а ваш начальник Кеттер. Кринж. Инструкция по содержанию SCP. Не кормить после полуночи, не показывать яркий свет. И не думайте, что вы умнее, чем SCP. Вы не умнее. Ой, боже. Про SCP-173. Если вы его не видите, он двигается. Ну точно как кредиторы. Боже, это просто лютый кринж. Никогда, никогда не спрашивайте шутки у искусственного интеллекта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коменты обязательно. Доeffectных сгонские сгонки сгонки. Я опять Stone, которую вы не успеваете. И Symphony тоже со мной уст Sleeping into Wonderland,